В НИУ БелГУ состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции, экстремистским и националистическим проявлениям, терроризму, проведению антинаркотической политики. Участниками заседания стали представители ректората, директора и деканов институтов и факультетов, руководители структурных подразделений, студенты, представители правоохранительных органов региона. Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области, подполковник полиции Марина Борченко в своём докладе акцентировала внимание на борьбе с наркопреступностью. Она отметила, что растёт количество раскрытых преступлений и сокращается число зарегистрированных наркозависимых молодых людей. Что на 12% ниже аналогичного периода прошлого года. На 11% снизилось число лиц с диагнозом наркомания и на 12% с диагнозом пагубное потребление наркотиков. По словам Марины Николаевны, преступники всё чаще используют для распространения сеть интернет, создают интернет-магазины. При обнаружении противоправного сайта, который осуществляет рекламу наркотиков, распространяет наркотические средства, можно отправлять заявку на сайт Роскомнадзора и приходит ответ электронной почты о том, что данный сайт блокирован. То есть в обязательном порядке меры принимаются и сайты эти блокируются. То есть во многих высших учебных заведениях такая практика работы существует. По мнению подполковника полиции, важным является продолжение взаимодействия органов правопорядка с руководством НИУ БелГУ и с оперативными студенческими отрядами. О профилактической работе по предотвращению вовлечения студентов в незаконный оборот наркотических средств рассказали директор Института инженерных и цифровых технологий НИУ БелГУ Константин Польщиков, директор Института межкультурной коммуникации и международных отношений Ольга Прохорова и заместитель директора по учебной и воспитательной работе Медицинского колледжа Медицинского института Лариса Пахомова. По словам руководителей институтов и колледжа, сегодня совершенствуется правовая культура студентов, растет вовлеченность в научную, культурную и спортивную деятельность.